Бунтарь и новатор, человек с советским паспортом и в широких штанах, Владимир Маяковский. 19 июля отмечается день рождения поэта. Мало кто знает, но именно в Малаховке началась одна из самых главных страниц его жизни. Там произошло знакомство с музой русского авангарда Лилии Брик. При каких обстоятельствах, выясняла Яна Яковлева. Если в Малаховку приезжают поэты, значит это кому-нибудь нужно. В начале 20 века это подмосковное местечко действительно было центром дачной культурной жизни. Но что привело сюда того, кто любил молнию в электрическом утюге и играл ноктюр на водосточных трубах? В 1915 году поэт Владимир Маяковский был влюблен. Он приезжал к гимназистке Эли Каган и тогда не знал еще, что не она, а ее старшая замужняя сестра станет женщиной всей его жизни. Лилия Брик описывает эти встречи, как все это происходило дождливыми вечерами, видимо уже где-то в конце лета. Она была немного недовольна и настороженно относилась к тому, что ее сестра постоянно встречается с этим футуристом, с этим странным молодым человеком. Лилия ждала ее на скамеечке возле дачи под соснами. Вот так выглядел интерьер дачного дома в начале 20 века. Мебель, посуда – все из того золотого малаховского времени. И, возможно, именно на этом стуле сидел поэт Маяковский и угощался вот из такого фарфорового сервиза. Адрес той дачи, где жили сестры Каган, не сохранился. Однако существует предположение, что Маяковский, ровно как и вся творческая интеллигенция, бывал в доме писателя Телешова. Ведь не мог он не удостоить вниманием знаменитые телешовские среды, на которых собирался весь цвет литературной Москвы. Сложно предположить, что Владимир Маяковский, посещая Малаховку в 1910-е годы, не был знаком ни с кем из творческой интеллигенции, кто здесь отдыхал. «Находился дом Телешова близ Малаховского озера до наших дней, к сожалению, не сохранился. Сейчас здесь можно увидеть только кирпичный забор и прекрасный вид на живописные подмосковные места». Показал нам их Виктор Антонов, журналист и исследователь малаховской истории. О драматических отношениях Владимира Маяковского и сестер Каган он написал цикл статей. «И он ее катал на трамвае, это известно. Это и она сама пишет. Маяковский катал меня на трамвае по Москве. А старшая сестра, увидев их на скамеечке, ну, в общем, решила отбить Маяковского. Решила и сделала. А Эльза, Элла тогда еще, ей уступила без боя, как всегда уступала старшей сестре». Однако, отказавшись от возлюбленного в пользу Лили Брик, Элла не перестала любить Маяковского, считает Виктор Николаевич. И уже в Париже, будучи в счастливом браке с поэтом Луи Арагоном, спешила на встречи с Володей. «Она была его тут проводником, помогала выбирать даже чулки для Лили. Представляете, каково ей было?» А Маяковский возвращался в Москву к своей авангардной любви. К замужней Лили Брик. Оковывал себя цепями страстей и трагическим фарсом. И не было ему другого счастья. Хотя порой мечталось. «В авто последний франк разменяв, которым часу на Марсель. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступая к глазам, разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли Москва». Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.